Сегодня Исламский мир отмечает большой праздник Курбан-Байрам. Десятки тысяч мусульман России ранним утром собрались в мечетях и на прилегающих территориях, чтобы совершить праздничную молитву. В Чебоксарах Курбан-Байрам отмечали в мечети на улице Гладково. В мечеть Булгар на праздник приехали более 500 человек из разных районов города. Из-за большого количества людей службу проводили не только в молильном зале, но и на улице. Перед мусульманами выступил имам-мударис Юсуф Хазрат. Сегодня день великого паломничества, который Аллах сделал праздником для всех мусульман. Праздничные молебны сегодня прошли во всех мечетях республики, а затем обряд жертвоприношения. По мусульманским обычаям жертвенное мясо принято делить на три части. Одна предназначается для родственников и гостей, вторую раздают малоимущим и бедным, а третью оставляют в семье. Угощают всех, кто нуждается во внимании и помощи, независимо от вероисповедания. Сегодня великий праздник для мусульман всего мира. И узбекская диаспора, тоже в Чувашии, празднует этот праздник Курбан-Байрам. Я поздравляю с пользой с этим моментом мусульман всего мира, мусульман Чувашии с этим великим праздником. По священному писанию архангел Джабраил принес послание пророку Ибрахиму, в котором Аллах требовал принести в жертву Исмаила, единственного сына Ибрахима. Пророк, не смея перечить Богу, повел своего сына в долину Мина и начал приготовление к жертвоприношению. И сам Исмаил не сопротивлялся, так как был предан Аллаху и своему отцу. Тогда Ибрахим взял своего сына Исмаила и пошли уже, то есть Исмаил, его сын уже тоже знал, куда идет именно. Тогда он уже положил на землю, уже хотел закалывать. Тогда Всевышний Аллах уже, то есть удостоверился уже в своем пророке Ибрахима, алейхиссалям, уже что он свое обещание сделал. И именно Исмаил, алейхиссалям, поменял Всевышний Аллах и спасал с рая, получается уже капша. Капша это с арабского языка переводится как овца. После этих аятов пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям, не пропускал. Каждый год после праздника, праздника жертвоприношения, он делал уже курбан. Курбан-байрам – это не только главный праздник по канонам ислама, это еще и семейное торжество. После молитвы – праздничный стол, за которым ждут всех друзей и родственников. Следующие два дня верующие будут навещать близких, делать им подарки и щедро раздавать милостыню всем нуждающимся. Олесь Русакова, Евгений Анисимов, Республика. Русакова, Евгений Анисимов, Республика.